Я хочу, конечно, поблагодарить наших руководителей, народного депутата Сергея Анатольевича Минько, Федорова Ивана Сергеевича, мэра нашего, по поводу нашего освящения. Мы и не мечтали о том, что у нас когда-то будет освящение, когда-то у нас вообще света не было. Потом нам сделали простые лампы, они очень быстро перегорали. Мы опять просили, чтобы нам поменяли. Потом светодиодные лампочки нам вкрутили, но меньше стали перегорать. На данный момент у нас сделали такое освящение, что мы теперь будем спокойные. Мне очень хочется от наших жителей поблагодарить наших руководителей за такое нам внимание. Нам полностью заменили, нет, частично, полностью нам улицу заменили. Наше освящение по улице, по Александру Ивановичу, полностью. И пошли дальше. Переулок Речной, пошли до конца улицы. Улицу Тельмана там уже захватили, тоже сделали по Тельману. Это наш участок. Улица у нас полностью освещается, круглая, ну как, с вечера до утра. И видно вот так, идешь по улице, я вдруг раз выхожу и любуюсь. Мы не ждали, что у нас будет такое освящение. Наши говорят, ой, красота какая-то. Наши люди, которые даже с других улиц ночью ходят туда, шелся, света неблагодарные. Ну, раньше вообще ни света не было, ничего. Ходили все, спотыкались. Ну, не было освящения. Ну, а вот в этом году все сделали. Команда Сергея Минько. А сейчас очень люди рады. Вот сколько я, вот все говорят, ой, как хорошо сейчас стало, что можно пройти вечером. Что идут, не боятся ночью идти. Всю ночь горит свет сейчас. Вот с октября месяца всю ночь горит свет. С работы не страшно идти. Теперь вот кто там на второй смене, на третьей. В команде Сергея Минько, мэру Федорову Ивану и корпорации «Невка» очень благодарность от всех жителей улицы, что сделали свет. Вот. И хочу поблагодарить городскую власть за современное красивое освещение, которое они нам подарили в 2020 году. Это мы еще ходили, когда особенно ветер, то мы боялись, что при хорошем ветре этот фонарик может упасть нам на голову. То сейчас мы ходим просто, ну в общем, мы очень довольны. Очень довольны и надеемся, что в 2021 году также городская власть будет на нас, оказывает нам помощь. Освещений у нас очень много. На моем, именно восточном Казиаре, заменили это Севастопольская, Сопино, Таврическая, Михаила Кравца, Казацкая, Суворова, Чкалова, переулок Молодогвардейцев, Независимости, Свободы. Ну, в основном все улицы в восточной части Казиара были заменены. В последнее время, что вы знаете, что отключалось освещение, 12 ночи отключалось и до 5 не было освещения. Это было очень неудобно и страшно. Сейчас, конечно, у нас освещение не отключается. У нас горит, ну, всю ночь люди ходят свободно, школьники идут со школы. Ну, у нас нет проблем с освещением сейчас, на данный момент. Было такое время, что мы лично на Ленинградской, вот я давно здесь работаю, очень давно квартальная, и мы ходили, собирали деньги, покупали фонари. Вот у нас были тарелки, ну, мы добавляли свои фонари, вешали, даже на лампочки приходилось. Конечно, я очень благодарна, и все мы, жители, очень благодарны. Я же сказала, мэр города Мелитополя, это Федор Иван Сергеевич, он, ну, никогда нам не отказывает, как бы, этот, Менько Сергей Анатольевич, он тоже, как бы, всегда был до него мэром, потом стал народным депутатом, он тоже нам помогал. Спасибо.